Ковровский район отпраздновал 90-летие. Праздники прошли во всех населенных пунктах. На торжествах побывал спикер ЗАГС Собрания Владимир Киселёв. Была даже площадка с авиатехникой. Ею заинтересовались более 4000 человек. Гостям предлагали прокатиться на вертолёте, попробовать себя в роли пилота реактивного самолёта с помощью технологий виртуальной реальности, испытать себя на настоящих космических тренажёрах. Правда, выступление пилотажной группы «Русь» из-за непогоды пришлось перенести на один день. Но праздничного настроения это не испортило. Здесь представлена техника как отечественная, так и зарубежная. Даже вот я смотрю самодельный, переделанный из планера в самолёт. Такой, даже не знаю, как его назвать. Да, аэроплан. Большое количество людей с семьей приехали сюда. И, конечно, это с одной стороны просто отдых, а с другой стороны это и элементы патриотизма. Это элементы патриотического воспитания наших людей, которые видят, что сегодня у нас есть серьёзная авиационная техника, которая, к сожалению, сегодня не полетела, но полетит завтра. А в Мельхове отметили не только юбилей Ковровского района, но и день родного посёлка и даже день строителя, поскольку базовым предприятием здесь является карьера управления. Главный акцент – открытие новой спортивной площадки. Мельхова уже давно заработала себе репутацию одного из физкультурных центров области. Местный дворец спорта открытый 10 лет назад и сегодня является одной из лучших ледовых арен региона. Здесь тренируются местные спортсмены, проходят соревнования высокого уровня не только по фигурному катанию и хоккею, но и в других дисциплинах. У нас за все годы, начиная с 90-х годов по 13-й год, было построено 5 спортивных комплексов. С 13-го по 19-й уже 11, вот таких вот крупностроительных, ну и сейчас строится ещё 10 спортивных комплексов вот такого уровня. Причём ваш комплекс, вот этот вот, который стоит рядом, это первый комплекс нашей Владимирской области, построенный по программе партии «Единая Россия». И я могу сказать, что я лично занимался его строительством, вернее, не только строительством, а в первую очередь добыванием денежных средств для него. И, конечно, нам тогда, в середине 2000-х годов, когда мы только начали думать о том, что нужно такие споки строить, ну, составляло огромного труда доказать, почему именно в Мелехово, а не во Владимире, не в Коврове и не в Муроме, нужно построить вот такой вот комплекс. Но вместе с вашим руководством нам удалось доказать руководству партии «Единая Россия», что именно здесь должен быть первый ледовый дворец. И сегодня он здесь стоит, а теперь мы с вами открываем вот такую замечательную площадку спортивную. Спорт-площадка построена в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Основное финансирование – 3,4 миллиона рублей – это федеральная субсидия. Новый объект уже введен в эксплуатацию. Такие спортивные площадки необходимы любому населенному пункту, вне зависимости от количества населения. Сам лично опробовал все тренажеры, очень понравилось. Особенно хорошо, когда на улице погода прекрасная, не в зале заниматься, а на свежем воздухе. И я думаю, это оценят все жители поселка Мелехово. Это один момент. И второй – то, что это все бесплатно. Это немаловажно. То есть не каждый может найти там средства на абонемент в тренажерный зал, либо за разу и посещение. А здесь, пожалуйста, приходите в любое время, занимайтесь. Председатель ЗАГСобрания пообщался с занимающимися. То есть что лучше тебе, жембежа делать на тренажере или шампинг? Ну, шампинг. И сам опробовал некоторые тренажеры. Спикер ЗАГСобрания отметил высокое качество оснащения, новые площадки и в целом достойный уровень спортивной инфраструктуры. А потом осмотрел другие территории поселка, заметно преобразившиеся благодаря программе по благоустройству. Побывал на ярмарке народных мастеров, вручил местным активистам благодарности и почетные грамоты Законодательного собрания. Александр Инин, Шестой канал.